Ставка на слитки «Зачем Россия купила так много золота?» Ставка на слитки «Зачем Россия купила так много золота?» 8 часов Апфото, Майк Тролл Слитки Апфото, Майк Тролл Москва, 22 Янфрия Новости, Наталья Димбинская Центробанк в минувшем году приобрел рекордное количество золота 8,8 миллиона унций Около 274 тонн, на 22% больше, чем в 2017 Россия обогнала Китай и вошла в пятерку стран с самым большим золотым запасом Зачем стране столько драгоценного металла и почему ЦБ активно меняет доллары на слитки в материале РИА Новости? Как в лучшие времена сейчас у Центробанка 2,112 тонн золота это рекорд за всю историю современной России Исторического максимума золотой запас страны достигал в 1941 году 2800 тонн После Второй мировой войны, к 1953 году, этот показатель снизился до 2500 тонн В последующие десятилетия снижение продолжалось И в 1991 в наследство от СССР России досталось лишь 290 тонн благородного металла После лихих 90-х золотой запас начал восстанавливаться 10 лет назад на золото приходилось 3,5% золотовалютных резервов страны 519 тонн В настоящее время Россия располагает ЗВР на сумму 462 миллиарда долларов И 18,6% 86,9 миллиарда долларов Это драгоценный металл Параллельно ЦБ сократил до минимума вложения в американские облигации и доллар 18 октября 2018 года, 8 часов до нуля Россия избавилась от госдолга США Меняем доллары на слитки Почему структура резервов претерпела такие изменения? С точки зрения развития финансовой системы альтернативы золоту не существует Его накопление это, в первую очередь, защита от валютных рисков Мировая финансовая система устроена так, что 70% всех расчетов приходится на американскую валюту Но любая валюта, будь то доллары или евро, достаточно сильно обременена долгами А любые серьезные долги в перспективе могут закончиться списанием Экономисты констатируют, в мировой экономике сложились все условия для настоящего апокалипсиса Неконтролируемая денежная эмиссия, торговые войны, рост процентных ставок От таких рисков и страхует золото в случае краха долларовой системы этот актив однозначно не обесценится Сохраняя функцию платежного средства в мировой торговле, драгметалл ослабляет зависимость от любой валюты По мнению Китанию Мейера, председателя Совета директоров Главная проблема в том, что печатают слишком много ничем не обеспеченных денег Поэтому крупные банки и правительства накапливают перед кризисом реальные деньги РИА Новости, Павел Лисицин Золотые слитки РИА Новости, Павел Лисицин Золотые слитки Вступаем мы в инфляционную или же деинфляционную эпоху золоту все равно Инвестиции в него оправдаются при любом сценарии, подчеркивает он Больше всего золота у США – 8 тысяч тонн У Германии – 3 тысячи, у Италии и Франции – по 2,5 тысячи Примерно 30% золотовалютных резервов развитых стран хранится именно в золоте Россия по итогам года вышла на пятое место, вытеснив из пятерки Китай У Пекина 59,6 миллиона унций против российских 67,9 миллиона Банк России делает ставку на слитки как на актив у убежища и естественную защиту от доллара, отмечает Ройтез Защита от санкций для России Запас драгметалла еще и способ защиты от санкционного давления, ослаблять которое Вашингтон не собирается Власти США могут ввести ограничения в отношении газдолга, финансовых институтов и энергетического сектора По мнению одного из ведущих рейтинговых агентств Новые санкции могут оказаться наиболее деструктивными 16 января, 2132 Сенат США не смог провести резолюцию против снятия санкций И Русала в этих условиях Россия поставила себе цель Как можно больше изолировать экономику от доллара, констатируют аналитики Скидывать доллары из резервов ЦБ начал еще в 2014-м Когда Вашингтон ввел санкции против российских компаний Ну а в 2018-м была предпринята масштабная распродажа В результате с пиковых 176 миллиардов долларов в 2010-му году Вложения в американский газдолг сократились до мизерных 14,9 миллиарда долларов Замен ЦБ запасается золотом Это идеальная защита от санкций Поскольку операции с драгметаллом Вашингтон заморозить не в состоянии Об этом свидетельствует опыт Ирана Даже в условиях самых жестких ограничений Тегеран продолжал торговать нефтью Получая оплату в том числе драгметаллом Реа новости Олег Ласточкин Слитки золота Реа новости Олег Ласточкин Слитки золота Кроме того, золото постоянно растет в цене Крупнейшие инвестбанки предупреждают Непрерывная работа печатного станка Все больше угрожая стабильности мировой экономики Разгонит и цены на реальные активы С другой стороны, по прогнозам ГОЛДМЕНТ САКС В ближайшие годы объемы мировой добычи золота снизится А по посчетам одной из крупнейших золотодобывающих компаний ГОЛДКОП К 2022 году производство драгметалла опустится на уровень начала 21 века По оценке геологической службы США При сохранении темпов добычи на нынешних уровнях запасы золота в недрах земли исчерпываются уже к 2034 году Аналитики отмечают Если темпы закупок драгметалла сохранятся АЦБ сейчас меняет доллары на слитки с максимальной скоростью за последние 12 лет Через 4 года золотой запас современной России обновит советский рекорд Редактор субтитров А.Семкин